На Полонковской, 67, небывалый ажиотаж вокруг здешней детской площадки. Обыкновенно местные ее скорее избегают. Поломанные качели, ржавые горки и прогнувшиеся скамейки не привлекают ни детей, ни взрослых. Она выходит, ей здесь совершенно неинтересно. Пойдем, мам, в соседний двор. Старшие дети тоже у нас уходят. А хочется выпустить ребенка и посмотреть в окошко. Здесь он нет. По поводу безопасности детей и подростков у местных в принципе немало вопросов. Оборудование на площадке настолько обветшало, а по свидетельствам некоторых жильцов не менялось оно несколько десятков лет, что вот-вот рухнет на землю. Летом, это вот сейчас его нет, грибочек здесь стоял, он уже вот так вот, его просто папы сами спилили и убрали. Потому что когда-нибудь он упал бы и на кого-нибудь. Нет, а сколько раз... И здесь такой же этот грибочек такой же был. А сколько раз дети с качелей вот падали, вот ломают, с качелей, вот видите, какие они переломанные все. Да, они отрываются. Отрываются, дети падают, убиваются, разбиваются. Жильцы уверяют, что им приходится самостоятельно периодически что-то подделывать и подкрашивать на площадке. Якобы городские службы проблемами двора не интересуются. Последнее обновление этот двор видел прошлым летом. Жильцы своими силами совместно с управляющей компанией смогли установить возле подъездов скамейки. Задумывались и о том, чтобы по тому же принципу обустроить и детскую площадку. Однако, как объяснили в управляшке, основная территория двора в городской собственности. И хозяйничать там люди просто не имеют права. В поисках решения проблем, по словам жильцов, им по очереди в течение долгих лет приходится обивать пороги различных инстанций. Одно из последних обращений активисты направили непосредственно в администрацию города. Вчера мы туда ездили. Сказали нам, что вы стоите на очереди. Мы говорим, на какой очереди, какие мы, сотые, трехсотые. На что они нам ответить не смогли. Мы сказали, что мы вам приедем, отремонтируем в первую очередь то, что можно отремонтировать. Ну а что ремонтировать, если здесь одни железки. Писали о своей беде жители Полынковска и региональным властям. Обращения, судя по всему, рассмотрели и поручили разобраться в деталях администрации областного центра. Вот такой ответ от председателя городского комитета благоустройства и охраны окружающей среды люди получили буквально на днях. В настоящее время проводятся мероприятия по передаче оборудования детских игровых площадок к учреждению подведомственному комитету благоустройства и охраны окружающей среды администрации города. После проведения данных мероприятий работы по ремонту или замене оборудования детской игровой площадки дома номер 67 по улице Полынковской будут включены в план мероприятий. Иными словами, небезопасное детское оборудование всё-таки пообещали взять под контроль. Однако вопросов у жильцов меньше не стало. Главное из них – неизменно, когда им ждать конкретных действий и ждать ли вообще. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Ольга Кириллова, Область новостей.